Город Нюрба на сегодняшний день отапливается от двух квартальных котельных. Новая 1, микрорайон Вертолетки и верхняя микрорайон Амакинка, которые были введены в эксплуатацию в начале отопительного сезона 2016 года. Сейчас отопительный сезон идет в штатном режиме. Тепло подается по установленному графику. Все бы ничего, но тут всплывает другая сторона медали. Как только котельные вышли на номинальную мощность, окрестность вокруг них буквально окуталась сажей. Сажа попадает в глаза, в дыхательные пути, а о том, что частные жилые участки погрязли в нем. Детям во дворе даже поиграть невозможно и говорить не приходится. Вот один из частных участков, расположенных по улице, с озвученным названием Депутатская. Сейчас весна, снег, растаял и все выглядит более-менее нормально. А зимой здесь было такое ощущение, как будто все эти дома были построены непосредственно на территории угольного разреза. Но почему-то прокурорская проверка не обнаружила никаких нарушений. Экспертиза показала, что выбросы отвечают предельно допустимым нормам. Так почему же все еще жители бьют тревогу? Наверное, вот почему все это накопилось лишь за один неполный отопительный сезон. Как только сажа стала оседать на участке, жители вертолетки начали обращаться сначала в администрацию, затем в экологию, Роспотребнадзор и даже в прокуратуру. На основании жалобы жителей была проведена прокурорская проверка. И тут опять-таки все отвечает допустимым нормам. Мол, беспокоиться незачем. Сам воздух не проверялся. Значит, компания, организация разрабатывает проект предельно допустимых выбросов на основании измерений. И все это указывается в проекте ПДВ. И эксперт пришел к выводу, что требования САНПИНа не нарушаются. На крыше тоже сажа Нюрбинский Чернобыль. Свой микрорайон жители называют никак иначе Нюрбинский Чернобыль. По их словам, с момента запуска котельной участились заболевания астмой, ухудшилось зрение. Бывали случаи, когда частицы золы извлекали из глаз хирургическим путем. В Нюрбинском филиале ГУБЖКХ уверенно заявляют, что фильтры, так называемые золоуловители, установлены на всех семи котлах. Поэтому выбросы из домохода минимальны, то есть отвечают всем нормам. А причина всего этого – недочеты то ли при строительстве, то ли при проектировке. Мы столкнулись с другой проблемой, которую в период ремонтной программы мы должны решить. Это чистка золоуловителей. При чистке у нас производится выброс вот этих вот частиц, которые оседают золоуловители. Но на данный момент заказчик и проектная организация ведут работу по решению этой проблемы. В ГУБЖКХ обещают, что все будет устранено к следующему отопительному сезону. А выбросы они все равно будут, но гораздо меньше. Роман Савинов, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба.